Другие мировые звезды тоже снимались с табличками, на которых указаны имена политзаключенных, которых они поддержали. Цель этой акции привлечь внимание к артистам, художникам, писателям, которые стали политзаключенными в разных странах мира. В проекте «В заключении за искусство» кроме Депа снимались американские музыканты Алекс Эберт и Том Морелло, британский певец Питер Габриэль. Но правозащитники в медиа повторяют одну и ту же мысль, а политзаключенных нужно обществу напоминать постоянно. Например, писатель и музыкант Сергей Жадан посвящает свой новый тур конкретно Александру Кольченко, у которого 26 ноября день рождения. Охота на украинцев, кто остановит ФСБ? Таков вопрос на сегодняшний час нашего эфира. На него ответ ищем вместе с гостями Георгий Лагвинский, народный депутат от Народного фронта, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Сегодня в программе добрый вечер. Добрый вечер. Максим Куричий, народный депутат от блока Петра Порошенко. Здравствуйте. Добрый вечер. Мария Тамак, координатор медийной инициативы «За права человека». Здравствуйте. Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора крымско-татарского телеканала АТР. Сегодня с нами и Елена Сотник, народный депутат Украины, объединение «Самопомощь», секретарь парламентского комитета по вопросам европейской интеграции. Всем добрый вечер. Итак, Федеральная служба безопасности насильно вывезла в психиатрическую больницу крымского татарина Муслима Алиева. Об этом сегодня написал адвокат Эмиль Курбединов Алиев, один из шести задержанных по делу исламской организации «Хизбут Тахрир». Мы предполагаем, что Федеральная служба безопасности начала реализацию массовой карательной психиатрии в отношении шестерых крымских татар-мусульман. Просим всех коллег подключиться к освещению данного факта. Недопустимо в 21 веке сажать людей в психушки за их взгляды и политическую позицию. Это уже переходит все мыслимые и немыслимые рамки российской борьбы с инакомыслящими крымскими татарами-мусульманами. Айдер, первый вопрос в нашей программе к вам. В конце лета, напомню, в психиатрической лечебнице почти три недели держались заместителя главы Меджлиса Эльмиумерова. И сегодня он сообщил о новых обысках у крымского татарина Эмира Хасанова в Бахчисарадском районе. Вопрос таков. Каковы цели оккупационных властей? Они действуют так. Цель простая, понятная. Это тотальный страх. Это зачистка медийного пространства, она уже проведена там. И зачистка вообще любого публичного пространства. Для чего это делается? Вот сейчас идут дебаты везде о том, что нужно направлять комиссии в Крым, наблюдательные миссии и так далее. Вот чтобы когда туда комиссия любая каким-то образом приехала, благодаря доброй воле господину Путина, чтобы там все было ровно так, как было, когда иностранные писатели приезжали на Беломорканал в 30-е годы. Когда все боятся говорить вообще о том, как он им живется. И чтобы создавать вот эту иллюзию благополучия в государстве, уровень страха, в котором уже достигают уровни Северной Кореи. То есть люди, маленькому человеку вообще очень трудно там. Понимаете, ведь эти вот люди, которых сегодня до сих пор, по последней информации, которую минуту назад Эммиумеров опубликовал, сегодня 5 обысков, четверо задержанных. Четверо задержанных. Да, никто домой не вернулся пока. Но смысл даже не в этих людях. То есть это не кого-то там персонально, на мой взгляд, они преследуют. Они выбирают жертв и показывают всем остальным, что ты можешь стать следующим. Молчи, не жалуйся, если тебе угрожают, тебе что-либо говорят. Молчи, никогда не открывая рта. Вот ровно ради этого это делается. А то, что там уже более 60, почти 70 детей без отцов, которых просто отцы уже сидят где-то, да, или убиты, или похищены и так далее. Это лишнее напоминание всем остальным, что и ваши дети могут остаться либо сиротой, либо безотцовщиной, с отцом сидящим в тюрьме. А этих ребят, которых вот, которых отвезли в психиатрическую лечебницу, да, их же не просто так отвезли. С какой бы стати в лечебницу везти, они же понимают, что и Умеров здоровый, и они выжены были это признать потом, да. Смысл в унижении, смысл в том, что мы тебя достанем, унизим, посадим, что угодно. И они же, эти ребята, они же сказали, что в знак солидарности с ими Умеровым они не будут проходить добровольную экспертизу. Понимаете? Поэтому, как и Умеров отказывался, да, считают это незаконным во всех отношениях. И за это их сейчас туда таскают. А любых других будут брать, вот завтра мы проснемся, опять будет то же самое, послезавтра, через неделю, когда угодно, да. Да, это принцип произвола. Вот вы помните кадры из художественного фильма «Список Шиндлера» и многих других подобных фильмов? Вот когда идет по гетто эсэсовец, да, и вот он идет, и там люди что-то снег убирают, кто-то мимо вошел. Ну, незаметные обычные люди, да. Там уже даже и лидеров нет, ну, просто вот люди, никакого сопротивления даже, да, лист сопротивления нет. Они уже там уничтожены, посажены там под диким контролем и так далее. А простые люди, выбирают любого, отводят и на глазах у других расстреливают, да. Вот это, в принципе, то же самое. То есть нет публичных расстрелов, но принцип действия такой же. Выбери из людей любого в разных местах Крыма, уничтожь его морально, запугай, посади в тюрьму, чтобы соседи даже не думали вообще его даже защищать. И последнее, что они делают, они отшлифовывают этот страх. Они начали штрафовать на большие суммы людей, которые просто выходят из дома, когда у соседа проходит обыск. Вот последнее дело такое было, оно, мне кажется, очень показательное. Когда люди просто вышли, соседи, а крымские татары всегда выходят, когда, ну, там, обыски, там, вот эти маски-шоу, вооруженные люди, собаки, они всегда выходят и снимают это на видео, просто стоят рядом, ну, Союз Резеранс выражает с соседями, да, вот, которым тут сейчас... Как минимум своим присутствием. Да, так вот, суды сейчас идут такие, там, выписывают штрафы, и следующее, следующее, это предупреждение о более суровой ответственности, а потом тюрьма. Они дают понять всем остальным, не выходите из дома. Сидите, сидите, терпите любой произвол, иначе будет хуже. И, кстати, в процессе вот этого суда по этим вот штрафам выяснилось, что несколько человек скрывали, что их оштрафовали. То есть они, уже люди боятся сообщать, что их штрафуют за сопротивление мирное, да, потому что им сказали, пожалуетесь, будет еще хуже, и еще хуже. И уже были случаи, когда, допустим, к одной крымской татарке пришли с обыском, напугали детей, там, в Симферополе, все перерыли, ее предупредили, запугали, и она даже побоялась СМИ рассказывать о том, что обыск у нее был. Потому что ей сказали, будет еще хуже, у тебя дети и так далее. Вас же не удивляет это, что она побоялась, вас не удивляет это? Меня нет, я в этом живу. Я каждое утро читаю эти сводки, я все понимаю. Я понимаю, как там происходят эти процессы. Это процесс насаждения тотального страха, чтобы показывать миру, что в Крыму все нормально. Понимаете, как на кладбище. Всех зарыли, на всех плиты положили, и все. Спасибо, Айдер. Хочу еще напомнить, что вчера российское информационное агентство РИА Новости сообщило о задержании якобы очередных украинских разведчиков, а до этого 9 ноября в Севастополе были задержаны якобы украинские диверсанты. Георгий, продолжаю. Опять этот же вопрос к вам. Вы солидарны с Айдером, что основная цель это страх, но страх как синоним того, что все в порядке здесь, в Крыму? Дело в том, что Крым уже давным-давно, с момента прихода оккупационных властей, стал по сути своей полуостров строгого режима. Цель страха это поставить людей в определенной рамке, где запрещено мыслить, как сказала госпожа Поклонская, выражать свои мысли согласно требованию закона, где страшно говорить правду. И у меня очень вот интересный вопрос, который я думаю, что стоит задать. Скажите, а почему с крымскими татарами не могут договориться? Ну, существуют же какие-то методы подкупить, что-то сделать. В чем же проблема? Зачем с ними воевать? А любая война все равно выходит наружу. Дело в том, что крымские татары не могут договориться с оккупантом, потому что по сути своей народ вернулся на свою родину в 1989 году. И это даже не память какая-то, знаете, такая семейная, а это история жизни каждого человека, который находится там, каждого крымского татарина. И он понимает, что такое оккупация. Он понимает, что такое депортация. И нельзя переселить себя. Можно промолчать, но нельзя поломать дух. Люди возвращались буквально, не знаю, на лошадях пешком обратно на свою родину, селились на земле, в поле, только для того, чтобы вернуться обратно и целовали свою землю. И это их ценность, жизненная ценность, за которую они готовы отдать жизнь. И Путин понимает, что кроме метода страха за свою семью, никак не сможет повлиять. Сотни тысяч человек – это серьезная основа для того, чтобы поменять власть. Поменять власть в Крыму, можно после этого поменять по всей России. И для него это большая угроза. Поэтому основная задача, безусловно, через страх запретить людям думать, запретить принимать собственное решение, показывать чувства и эмоции. Ведь на самом деле, я задал себе вопрос, ну подскажите, пожалуйста, вот если завтра Путин проснется и скажет, дорогие друзья, знаете, я так проснулся и понял, что Крым – это Украина. Вот реально так, вот я понял. Как вы думаете, много будет желающих сказать наоборот? Или скажет, нет, опять Россия. Все будут действовать так, как говорит пропагандистская машина. И это и принцип зомбирования, который там происходит. Это страх, это невозможность идти против системы. И, безусловно, что-то им удается, но в принципе все планы России не работают. Ведь они на самом деле достаточно одинаковые. ФСБ и КГБ – это то же самое. Мы абсолютно знаем истории, особенно господина Глузмана, это известный психиатр, глава ассоциации психотрии, который еще во времена Советского Союза раскрывал истории, где Советский Союз отправлял неугодных в психиатрические больницы. И сегодня мы видим абсолютно те же самые методы. Мы видим все абсолютно КГБшные методы, которые дальше они отыгрывали. В Азербайджане, на Горном Карабахе, я имею в виду, в Чечне. Все то же самое. План, они просто предсказуемы, как две копейки. И тут надо понимать, что есть народ, который противостоит. Вот, например, на последней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы мы делали круглый стол о правах человека в Крыму. И выступал архиепископ Климент. Он архиеписк, ортодоксальный церкви Украинского патриархата. И он говорит, я ходил к своим верянинам в тюрьму. К Ахтему Чигозу, к моему верянину, меня не пустили. Но к Кульмиумерам я прошел. И никого не удивило его слова, что он архиепископ, христианин, идет к мусульманам и говорит, они мои верянины. Потому что в единой вере и в единой борьбе против оккупации нет различий национальности, нет различий религии. Есть только единая и понятная цель, что нарушаются права твоих детей, нарушаются права твоей семьи, твоего народа. И нет никаких ограничений. Поэтому в данном конкретном случае для ФСБ и для Путина это кость в горле. Крымский и тарский народ, эти люди, которые борются сегодня практически без поддержки против оккупантов, изучают нашу Украину. Даже не Украину, а всю Европу. Я прошу прощения. Вот так, наверное, правильно ставить. Потому что там борются не за украинские ценности, а за европейские ценности. Ну и за общечеловеческие. Потому что если уже подключаются к акции, тут даже не суть в том, что подключаются мировые звезды, но эти люди переводят в эту плоскость, обращая внимание всего мира. Мария, напомните, пожалуйста, нашим зрителям, сколько сейчас политзаключенных в России и в Крыму, украинских политзаключенных. Потому что цифры фигурируют очень разные. Ну, в правде, цифры фигурируют разные. И про это сложно говорить. Потому что, по-перше, вы вспомнили, что вчера, точнее, позавчера, 15 числа, появилось черговое поведомление про щодного затримания, про щодного затримания диверсанта, нашего Гурьевца, начебто. И мы еще, взагалі, жодно информации не имеемо. Ни про имя цієї людини, ни про обвинувачення и так далее. Ось. Я могу сказать, что это не меньше 40 осіб, которые сейчас утримаются на территории окупованного Крыму, а также в России. Вот. Но, снова же таки, когда мы говорим про политвязнь, когда мы говорим про особы, которые утримаются из политических мотивов, не можно забывать, конечно, тех, кто перебывает на окупованной территории. Это первый момент. Другой момент. И он был отображен в чину ухваленной резолюции ООН. Это категорія, про которую майже не помню. Это люди, которые у въязненей, власне, отримали вироки, перебывали на территории Крыму, в местах несвободы, позбавлення воли. И их Россия незаконно вывозит из Крыму на свою территорию. То есть это воинный злочин, это незаконно. И доброе, что ООН обратила на это внимание, в резолюции Украина и ООН. И сегодня МЗС выдала так же про это заяву. Это важно. Есть также окремая категория, я просто буквально одним штрафом скажу, про тысячи справ, когда наши граждане обвинувачиваются або засудживаются за так званими наркостаттями. Это 228 стаття Криминального кодекса Российской Федерации. Тут, звичайно, есть большая доля ответственности людей, которые едут в Россию, в такой момент, в страну окупант, зарабатывать деньги. Но, как правило, они не знают, куда они едут, что они будут брать участие в незаконной деятельности. И потом они уже просто, ну, как раби. Так? Это уже рабство. Ну, это окремая тема. Я бы хотела про такие моменты сказать. По-перше, у нас есть заборона Меджлісу, как известно. И пока что нема каких-то криминальных справ серьезных, но это, что говорит, как Милькор Бадинов, это то, что сейчас уже подчас каких-то допытков или опитываний следствия ФСБ так аккуратненько начинают людей спросить, а вот мы, мы, говорим, были в Меджлісе, а что вы, кого вы знаете, и так далее, и так далее. Тобто, и ближчим часом мы можем отримать уже криминальные справы по Меджлісу. И это может быть абсолютно массовое явище. Это очень большая небезпека. Это первый момент. Другой момент. Я бы хотела обратить внимание на то, что вот сказали про сегодняшние події, связанные с психиатрой, и прозвучала цифра 5, по-моему, так, или 6. Насправді, есть 4 справа кримских мусульман, и в рамках этих справ затримані або уже засуджені 19 терокримских татар. Четверо уже перебиваются в Россию, и они уже отримали свої терміни. Тобто, масштаби величезні. И так само важно сказать про тих диверсантів в лапках. Вот, снова ж таки, их сегодня сгадывали. На мой взгляд, ось это останнее затримание, которое произошло трех наших граждан, было приурочено саме до Генасамблеи ООН. Потому что, мне кажется, что мета России не только залякать людей, это безумовно, я абсолютно погоджусь с предыдущими спикерами. Задача Росії, знаете, перевернуть все до гори дригом. Вот, не Росія агресор, а Украина, потому что вона засила своих диверсантів в Крим, начебто, російський. Вот, это такая очень брутальная, мне кажется, технология. И, знаете, очень много, кто сприймал комично, все, что показывали в сюжетах, там, все, пейнтбольная зброя, деревьяная булава, и особенно визитка Яроша всех смешила. Так вот, я хочу сказать, что это уже не вперше. Ей, как написал Попков адвокат, вона была взята слідчими в якості доказової бази. Это, конечно, комично, но это уже не вперше. И я думаю, что это будет фігурувать как доказ, потому что в справе Ильдара Дадіна, росіянина, который тоже его имя я ведома новосвит, він майданівец, він брав участь в Майдане, він выступав на акциях антивоєнних в Росії. Так вот, в його справе так само уже у выроку, в тексті выроку фігурувала визитка Яроша, яку знайшли слідчі в нього, як подтверждение того, что він, значит, бандеровец. Вот. И футболка с Тарасом Бульбою, да, там не гнушаються ничем, и це абсолютно стає доказовою базу. Ну, получается так, что комично и смешно, когда ты здесь, в Украине, а когда это доказательство в твоем деле и там, то, конечно, уже не до смеха. Я хочу... Дело в том, что я... Можно чуть-чуть? Тут я считаю, как вот юрист, абсолютно неправильно находить какие-то правовые нормы. Дело в том, что правовых норм просто в Крыму не бывает. Но нет ни одной страны, где можно использовать законодательство задним числом. Нет ни одной страны, где можно так извращаться над правом. Поэтому мы все, что происходит в Крыму, в судах, прокуратурах, по определению не можем давать правовой характер оценки. Там не работают доводы прокуроров или еще кого-то. Более того, это все пиар-акции. И мы должны понимать, что наша борьба, хотя юридическую борьбу мы должны делать, мы там многие, в том числе, помогаем фонду адвокатов, которые ездят туда и защищают наших граждан. И, кстати, когда люди выходили, мы давали информацию всем гражданам, что если что-то происходит, выходите на улицу, фотографируйте, собирайте максимальные факты, потому что мы вместе с Мустафой по нашим заявлениям восстановили прокуратуру Крыма на территории Украины, мы восстановили специальное подразделение в генпрокуратуре МВД, СБУ, и все эти факты кладятся здесь в уголовное производство. И я надеюсь, что у нас будет ответ всем тем лицам, которые являются участниками преступления. А по Меджлису, что важно, ведь по так называемой экстремистской деятельности Меджлиса виноват весь народ. Почему? Потому что это не только тот, кто член Меджлиса, а есть такое понятие в праве как соучастник. Соучастник тот, кто избирает Меджлис, тот, кто голосует за Меджлис, тот, кто стоит рядом с Меджлисом, тот, кто информирует про Меджлис. Соответственно, фактически весь народ, а не соучастник. Сегодня берешь любого крымского татарина. Ты участвовал в выборах? Да. Причем раньше, 10 лет тому назад. Этого хватает для того, чтобы ты был уже обвиняемым... Спасибо, Георгий. Хочу еще обратить внимание на комментарии представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирины Герасченко украинской правде. Она его дала и сказала, что у Украины нет полномочий обсуждать в Минске вопрос ареста в Крыму. А вот что сегодня она написала на своей странице в Фейсбук. Сафари против украинцев в Крыму оголошено Федеральной службой безопасности вызывает обучение. Люди, которые остались жить на оккупированных территориях, они потенциальными руководителями и арестантами. В любую минуту ФСБ, как и в 37-м году НКВС, может оголосить их террористами, диверсантами, украинскими шпигунами. Пекельная игра злови украинца набирает обертель и арешты идут щодня. Мы говорим про это нашим международным партнерам. Пытания кримских заручников поднимали в ООН подчас обговорения резолюции по Крыму. Итак, тем не менее, впервые мы услышали от Ирины Герасченко, что Минские соглашения они касаются только Донбаса. И тогда возникает вопрос, а где же и с кем решать вопросы Крыма и кримских узников? Абсолютно точно. Действительно, в жодном пункте Минских угод або домовленостей, как бы их называли, вы не побачите там слово Крым. Это правда. Есть в этом смысле хорошая новина про то, что на сегодняшний день большинство страны визнали незаконную оккупацию Крыму, большинство страны поддерживают эту оккупацию ценность. А погана новина поляга в том, что действительно в нормандском формате, который есть единый формат пока что на сегодняшний день переговоров, в том числе, что до регулирования конфликта с Россией, не фигурует данное питание и решение данного питания есть, скажем так, сирой зоной. Звичайно, воно Украиною весь час поднимается, но даже в плане действий, про который разговаривался в последнее берлинское так называемое вечеринство в плане действий, на превеликий жаль, принаймні, официально, мови про то, что каким чином будет происходить оккупация Крыму, мови не шла. Но, тем не менее, я думаю, что эта резолюция, которая у нас на сегодняшний день была проголосована в третьем комитете в ООН, вона є ключевою, насправді. Вона для нас є дуже важливою з тої точки зору, що в цій резолюції, крім того, що вона дійсно присвячена Криму, але якщо ви порівняєте цю резолюцію з попередньою резолюцією ООН, де підтверджується цілісність України, де дійсно засуджується окупація Криму, але там майже не згадуються, там нема слова Росія. В той момент всі країни-члени ООН, вони більше голосували за дух, тобто за підтримання української цілісності. А от в цій резолюції в ній вже дуже чітко говориться про те, що Росія є агресором, про те, що йде незаконна окупація Криму, про порушення прав, про, до речі, встановлення права, незаконне встановлення права Росії на цій окупованій території. І багато інших речей. І насправді, от якраз, якщо говорити, де ж вирішувати питання Криму, то прийняття у цієї резолюції це і може бути стартовою точкою для того, щоб об'єднати нарешті окупований Крим, окупований Донецько-Луганську частину Донецько-Луганської області, і розглядати деокупацію як єдину політику в державі. На сьогоднішній день це не єдина політика в державі, тому що, якщо Крим визнаний Україно-окупованим, то Донецька-Луганська область окупованими до сьогоднішнього дня Україна не є визнаною. Ми зараз должны прерватися, Елена, і потім по резолюції також хочу услышати міння других участників нашого сьогоднішнього ефира. Сейчас реклама. Все мирові новини, саме важні, за 5 минут. Також ця программа виходить по выходним в субботу і воскресенье в 2020-19.50. Сейчас продолжаем с той темы, которую затронула Елена Сотник. 15 ноября Комитет по соціальним и гуманитарным вопросам культуры Генасамблеи ООН принял резолюцию ситуации с правами человека в автономной республике Крим и городе Севастополь, в которой назвал Крим оккупированной территорией. Генеральна асамблея засуджує порушення прав людини, дискримінаційні заходи та практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців та осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп з боку російської окупаційної влади. В цій резолюції ООН також призывает Росію незамедлительно освободити українських заключенных, выполнять свої обіцтельства в рамках міжнародного права, хоча Георгій сказав, що никакого правового поля тут нет совершенно в цьому вопросі. Як ви считаєте, Максим, резолюція действительно поможет в освобожденні українських полицзаключенів? Я вам хочу сказати, що процес пошел. І неслучайно, що це голосування по цьому проєкту української сторони, різолюція по Криму, він неслучайно совпал з решенням Международного уголовного суда о признанні міжнародним конфліктам між Україною і Російська Федерація. І це означає, що все рівно, коли, все рівно, через скільки років, буде поставлена точка військових конфліктів між нашими країнами, буде поставлена точка і цих військових преступників буде ожидати Гаагський трибунал. Ви представляєте, ви говорите, все рівно, коли, Айдер, Марія, зараз говорили о конкретних людях, які там, в Криму, страдають, і все рівно, коли, наверное, така страшна фраза в данному случаю? Безусловно, що хочеться як можна поскоріше. Це емоція, і на самом деле, це просто-напросто нас вдушевляє на ту боротьбу, яка сьогодні проводиться на міжнародному полі, на міжнародній арені. І говорили, чому все-таки берет Путін в заложники крымських татар і многих других наших граждан. Це, наверное, тому, що, в тому числе, одна із точок зрения, це то, що це месть. Це месть за то, що він проигрывает шаг за шагом. І в тому числе, 15 ноября він в очередной раз проиграв. 73 страни, участницами Организации Об'єднанных Наций, поддержали украинський проект Резолюції по Крыму. Поддержали. 23. І фактически Россия була названа оккупантом. 76. Окупантом. Окупантом впервые в документах Организации Об'єднанных Наций Россия названа оккупантом от действия российской власти на территории Автономной Республики Крым. Украина оккупационной властью. Такого никогда раньше не было. И 76% в ООН, в международных документах ООН. Более того, 76 стран, участник Организации Об'єднанных Наций, пока что воздержались. Окончательное голосование по этому проекту Резолюции произойдет где-то на Генеральной Ассамблее в середине декабря. Это означает, что у нас есть еще месяц очень трудной, очень плодотворной работы для того, чтобы все-таки необходимое количество голосов убедить и среди сомневающихся из тех, кто воздержался присоединить для того, чтобы это было не решено. Вопрос к Айдеру и Мария. Как вы считаете, мы должны использовать этот месяц? Вот сейчас подключились и мировые знаменитости уже к тому, чтобы как-то отстаивать права политзаключенных. Этот месяц какие возможности должна использовать конкретно Украина? Я думаю, что надо работать с этими странами, которые воздержались, как верно было замечено. Я думаю, что это вообще недоработка украинской дипломатии, что столько много стран просто проигнорировали это голосование или воздержались. Но это можно исправить, безусловно, можно и нужно это исправлять. Не согласны вы, Елена? Я думаю, что будет очень важный, когда я поясню, и закинчить думку. Это резолюция, это было голосование за текст резолюции, да, за текст. Хотя многие украинские СМИ сообщили, что это голосование за резолюцию, но это уже вопрос к уровню журналистики в некоторых СМИ. Когда через месяц будет голосование, эта резолюция, она все равно необязательная к исполнению. Это моральная оценка мировым сообществом того, что происходит. Ну и установка таких вот вещей, определений, как аннексия, агрессия, война и так далее. Это очень важно, но это не обязывающий акт, да. Поэтому я считаю, что, во-первых, это время нужно использовать для работы с теми делегациями, с теми странами, которые воздержались, чтобы больше было стран, которые поддержат Украину. Это первое. Второе, я считаю, что должно быть очень мощное выступление Украины, публичное, в момент принятия, перед принятием этой резолюции. Я считаю, что там должны быть очень сильные ораторы. Ну, это просто как моя идея такая. Мне кажется, что Мастафат Джимилев должен там выступить перед голосованием. Еще какие-то люди, которые очень весомо донесут всем странам, почему надо за эту резолюцию голосовать, и насколько она, если не прямо обязательно для страны-агрессора, но насколько важно для каждой страны моральное осуждение того, что сотворила Российская Федерация, аннексировав Крым, и что она сейчас там творит. Чтобы этим делегат, да, многие зависят от России, но прямо зависимые уже проголосовали по российскому образцу, но все-таки мне кажется, что есть возможность поработать и сделать более весомую поддержку Украины в крымском вопросе с чем вы не согласны. Елена, несмотря на то, что вопрос с Марией, прокомментируйте, пожалуйста. Дивите, на самом деле я трошки буду песимистична, а нам кажется, что за этот месяц мы можем покращать результаты по голосованию. Результаты по голосованию есть достаточно непоганными. Они в любом случае на пользу Украины. Это первое. Другое, я уже сказала про то, что резолюция, которая была до того, если мы сравним с предыдущими результатами голосования, когда, кажется, 128 страны проголосовали за, и то, что мы имеем сегодня, это кардинально разные резолюции. Там были достаточно таких загальных фразов поддержки ценности. Тут идет мова, конкретно, эта резолюция будет направлена против России. И теперь я повернусь, я только нещодавно была, мы были с Чубаровым Рефатом на Межпарламентском Союзе, где также представлены все страны мира. И вот там была очень ключевая и показовая история, и я думаю, она полностью с тем, что происходит сейчас в ООН. На Межпарламентском Союзе до того, как выступал Рефат Чубаров, выступал представник Росії, парламенту Росії. И он начал говорить про то, что в Криму все прекрасно, что права кримских татар дотримуются, что они обеспечивают им возможность развития культуры, свободы слова, мову, и так далее, и так далее. Причем он сказал, что тут есть представник как раз организации кримских татар, вы можете с ним поспілкуваться, он вам расскажет, как все прекрасно. Вы можете себе уявить Рефата Чубарова, в каком стане он сидит. Звичайно, он потом вышел на трибуну очень прекрасно, он прекрасный оратор, рассказал про то, как выгнали, когда Сталин выдворил его мать, теперь Путин выдворил его из его собственной земли. Но это никакой не вплинуло на то, что там было просто голосование тоже по Росии, но, что касается проведения заседания Межпарламентского Союза в Росии, никакой не вплинуло на очень много к количества стран, как страны Азии, страны Африки, которые, извините, но, что происходит в Росии и между Россией и Украиной за три года, они достаточно хорошо знают, принаймні, на международном уровне. Но им, на превеликий жаль, скажем так, индиферентно, не то, что байдеж, но им все равно не будут псовать, возможно, отношения. Поэтому, эта ситуация, которая есть на сегодняшний день по голосованию, наши дипломаты делают очень много. Хорошо, это услышали. Елена Айдер, тоже кратко отреагирует, потому что вы друг на друга реагируете. Елена машет головой, а вы смеетесь, когда она комментирует. Нет, я ни разу не смеялась. Вы сейчас смеялись, когда она говорила. Лукнуться нельзя. Нет, можно, конечно, просто объясняйте свои эмоции. Я не понимаю, с чем Лена спорит, потому что все правильно, но просто бессмысленно упиваться предыдущими матчами, так футбол не выигрывает большие чемпионаты. Надо готовиться к следующему матчу, выступать в нем лучше. Я только об этом сказал, по-моему, это очевидная вещь. Слушайте, я не заключаюсь в том, коллеги, я не заключаюсь в том, что действительно я сомневаюсь, что пылки речи ораторов на Генеральной Ассамблее повлияют на принятие необходимого для нас результата. Это международная дипломатия и очень многие вещи делаются очень непублично. Я вот, например, лично знаю про то, что перед тем, чтобы 15 ноября этот Третий Комитет проголосовал за украинскую резолюцию по нашей инициативе, сколько телефонных разговоров, сколько персональных телефонных разговоров провел президент Украины. Это только президент. Десятки звонков. И сколько таких звонков еще будет? Да, безусловно, для того, чтобы добиться необходимого для нас результата, необходимо разговаривать с ключевыми субъектами геополитики в мире. Обратите внимание на карту тех стран, которые воздержались. Это очень много стран и участников ООН, которые находятся в Латинской Америке. Безусловно, они прислушиваются к мнению Соединенных Штатов Америки. Да, случилось таким вот образом о том, что были выборы в США, когда проходились, определяясь по голосованию по этой проекту резолюции. Сегодня выборы проведены. Необходимо заявление добиться, заявление республиканской партии. Максим, вы сейчас сказали о действиях президента о международных звонках, а я хотела напомнить о событии 14 ноября, которое произошло в понедельник. Родственники адвоката узников Кремля сообщили, что отправили обращение в администрацию президента, СБУ, СНБУ, с просьбой, и эта просьба звучала в нашем эфире еще за две недели до этого, назначить конкретного человека или учреждения, которые будут заниматься освобождением пленных на территории России и Крыма, и отчитываться об этом. Вопрос Марии Иван. Власть услышала? Нет. Я готова ответить. Реакция какая была? Прошу, можно я проставлю? Хорошо, да. Мария, прокомментируйте вы. Мы мали безпосереднє отношение до подготовки цієї заяви. Поэтому и спрашиваю вас. Просто я хотела бы з вашего дозвола еще паралельно подискутовать с паней Ириною Граченко, потому что кримские заручники, они не есть чем-то, знаете, они так же перевозятся в Российскую Федерацию очень быстро. Те, которые нечедавно были затриманы, и остальные, они уже, за некоторой информацией, возможно, даже перебывают в Лефортово, в Москве. То есть, нет каких-то кримских заручников, и то, что люди перебывают на территории Крыма, которые недосяжны, например, для МЗС, для консулов, это означает, что она недосяжна для консулов, но это не занимает ответственности с Украиной. Это очень важно понимать. И у нас, за моим вражением, немае все-таки какого-то системного подхода, системной работы с питанием вязнів Кремля. Дуже багато, что делается до МЗС. И, до речи, до МЗС у меня взагалі наименше питание. Я вважаю, что наша дипломатия делается очень много по цей теме. И, власне говоря, ця заявка, она была оприлюднена с целью метою, чтобы люди, чьи члены родины, они попали в эту ситуацию, чтобы с ними была какая-то безусловная коммуникация, и им сообщили, какие кроки действует Украина не только на дипломатичном фронте, а безусловно для звольнения. И тут очень важный момент. Паня Ирина про это не написала прямо, но это читается между рядками, что, и это та думка, которую мы так же сейчас подкраснуем, что, если Россия не хочет говорить в рамках Минского процесса про звольнение вязненных Кремля, то есть тех, кого она начебывается в рамках какого-то криминального процесса, то нужно пропонировать ввести это гуманитарное питание в окремый формат. И не говорить про это в Минске, а обговорювать это окремо. И мне вражение сказалось, что паня Ирина эту думку так уж не очень рядками поддерживала. Совершенно верно. Просто чем идет речь, друзья? Ну, все-таки, что касается конкретную фамилию, должность, где она занимается, каждый должностное лицо действует в рамках своей компетенции. Об этом говорит и украинский закон, об этом говорит украинская конституция. И совершенно очевидно, учитывая ту суровую, объективную реальность, что каждым днем наших заложников, украинских граждан становится все больше и больше в заложниках у ФСБ, у российских властей, что происходит с политзаключенными. На этот вопрос ответьте, пожалуйста. Становится на порядок Денны сегодня актуальный вопрос создания своего рода межведомственного органа, который будет конкретно межведомственной и с прокуратурой Крыма, восстановленной благодаря и по инициативе наших коллег, и с службой безопасности Украины, которая проводит рутинную работу, которую просто не видят, ее нельзя говорить до сих пор. в том числе и министерство иностранных дел, межведомственный орган, который будет заниматься освобождением наших родственников. Но, собственно, об этом говорили адвокаты и родственники, вы же сейчас не ответили на этот вопрос. А я сейчас об этом говорю. Вы сказали, что это важно, так же, как и сказали они. А я сейчас об этом говорю, о том, что этот вопрос стоянулся в порядок Денны. Можно я все-таки с вашего позволения добавлю все то, что сказал? Добавляйте. Не теряйте. Не теряйте. И все то, что сказал уважаемый Айдер. Первое, первое, то, что я хотел сказать с уважением своих коллег, то, что мы неправильно ведем подсчет вот по той же резолюции. Не вся та страна, не каждая та страна, которая голосовала против нас или за нас, наш друг или наш враг. Как считается? Это первое. Безусловно, потому что, смотрите, вот, например, в парламентской ассамблее Совета Европы нет русской делегации. Но я являюсь вице-президентом самой большой политической группы в ПАСЕ, это Европейская Народная Партия. Мы каждый день воюем там с агентами крыля, которые тупо блокируют все наши инициативы. Это кто? Это представители Франции, Швейцарии, Голландии. То есть мы их просто знаем в лицо, и они вот именно их задачи. Поэтому наша задача не только работать с теми странами, которые проголосовали с нас, а работать со всеми странами, а самое главное с субъектами, те, которые принимают лишения и имеют влияние. Это первое. Второе. Мы должны сами становиться субъектами. То есть наша геополитическая работа в других вопросах, например, в вопросах Турции, в вопросах, связанных с Сирией, ситуация в Америке, нам дает возможность разменных монет на повестке дня. Я вот не удивлюсь, если Трамп поставит себе сейчас как задачу войти в историю как человек, который вернет обратно Крым под контроль Украины, и это будет большим баллом для него, и я думаю, что мы обязаны добиваться и ставить такие условия. И тут я что хотел бы подчеркнуть, ведь эти резолюции нельзя воспринимать как рекомендательный характер. Почему? Потому что все резолюции ПАСЕ, БСЕ, ООН, это основа геополитического отношения стран к России и к Украине. То есть создаются такие компании, как Форды Фьючерс, которая за два дня собрала миллиард долларов на новые технологии электромобилей. Это значит, страны инвестируют деньги для того, чтобы уходить от газовой иглы или энергетической иглы России. Это новый виток развития вооружений без России, и значит, фактически Россия становится изгоем. И здесь очень важно, чтобы каждый документ доносился, и они строили свою экономическую, социальную и геополитическую позицию без России. И последняя вещь. Мы далеко ошибаемся, если мы считаем, что санкции это все. Потому что, поверьте, 10 простых шагов. Например, запретить российским банкам открывать счета в долларах США в Америке. Или просто открывать счета в Америке. Все, в России коллапс. У них осталось вся банковская... Значит, мы должны требовать, мы должны вводить, говорить о том, Отключить от свифтовки. Отключить от свифтовки. Мы должны говорить о том, что если у нас арестовывают кого-то, мы должны иметь пакет, чем мы ответим. Перекрата АБЦДЕ. Мы сейчас и говорим о действиях Украины. Давайте еще процитирую постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко. Он о действиях России. Агентство Украинформ тоже сказал, что пытались Россия подкупить дипломатов из других стран, чтобы сорвать голосование по тексту резолюции по Крыму. Мы знаем от наших друзей в многих странах, особенно в отдаленных регионах, что российские посольства в других столицах або вдавались до отвертого тиска и шантажу, что, мовляв, если вы поддержите эту резолюцию, то мы выступим против вас в конкретных вопросах або ж до элементарного подкупа. Просто заносились деньги. Пожалуйста, Айдер. Я хочу сказать, что в оценке результатов этого голосования в моей оценке нет никаких эмоций. Я очень внимательно изучал, что там происходило. Например, я могу сказать, что большим успехом украинской дипломатии является голос Израиля за Украину в этой резолюции. Это очевидно так. Ну, вы знаете детали, да, вы политики, я никто, но я просто знаю, что это вот очевидно, это то, что это открытые источники. Понятно, что результат есть. Не исключено. Ну, знаете, абсолютно случайно мы в этой... Кратко, чтобы не прерывая Айдера. Мы абсолютно случайно именно на следующий день после того, как проголосовал Израиль, мы проголосовали в парламенте о ратификации договора об работе наших граждан в Израиле с правом работы. Вместе с этим абсолютно не случайно хочу обратить внимание, что после неудачной поездки израильского депутата в Крым и открытия, по-моему, заявления уголовного производства МИД Израиля официально отправил ноту, и она до сих пор есть на сайте МИД Израиля о том, что Крым это Украина, временно оккупированная территория, посещение этой территории без разрешения Украины является уголовным указом по законам Украины. Но это появилось только сейчас. Цепочка событий... Не-не-не-не, это уже раньше было. Я продолжу. Смысл в чем? Это говорит о том, что нужно работать. И что эта работа принесет результат, и она не пустая. Если из 10% этих стран проголосуют, которые были нейтральны за резолюцию, это будет результат. И история и с Израилем показывать есть. Я все внимательно анализировал. Есть Азербайджан, который вышел из зала в тот момент, когда было голосование. А в Азербайджане, извините, что мы имеем? Мы имеем дело с территориальной проблемой в Азербайджане. И я думаю, что у украинского государства, у президента, и у дипломатов есть возможность поработать с дипломатами Азербайджана, например, которые имеют свои проблемы и которые в другой раз могут попросить поддержки украинского государства в каких-то резолюциях. И так с каждой другой страной можно поработать и проанализировать, у какой страны есть какие проблемы, аналогичного плана, интереса. Есть европейские страны, есть, извините, Сербия, которая продержала позицию России. С ней тоже можно работать. Эта страна стремится в ЕС. С этой страны есть тоже, но мы знаем, да, не будем повторять, с ними тоже можно и нужно работать. И я думаю, что эта работа принесет результат, если ее делать. И последнее, что касается, что не нужно там выступать и так далее. Вот есть такая штука, очень хорошее высказывание. Будьте реалистами, требуйте невозможного. И если все действует по сценарию, знаете, так ходить, вот как в шахматах, вот по клеточкам, вот это не нужно, а это лишнее. А вот здесь мы не будем выступать. Моральная оценка в мире, хорошая речь на Генассамблее, которая будет воспринята странами, эмоциональная, четкая, ясная и аргументированная, она имеет значение, даже если она не повлечет после этого каких-то прямых цифровых результатов. Понимаете, это тоже имеет значение. Осадок от таких выступлений остается. Мы не должны преуменьшать того, что Украина, кроме всего прочего, должна и доносить свою позицию публично. И это не обязательно кулуарная работа. Публичная политика тоже работает. И в Европе, и в ПАСЕ, и где угодно. Это тоже очень важно. Пожалуйста, Елена. Я очень коротко с приводом дипломатии России, с приводом дипломатии Украины. Я с вами полностью согласуюсь. Я думаю, что если бы мы ходили за сценарием або по клетинкам, то, на самом деле, мы не могли бы ни одной резолюции ни в ОБСЕ, ни в ПАРЕН, ни в ООН, ни в других организациях. Потому что много этих организаций, на самом деле, ну так, в таких кавычках, окупованы Россией. Например, в секретаре парламентской асамблеи очень много россиян. 50% это працуют россияни, а секретаре очень влияет на много проектов решений, а на блокирование решений. Такая же история с ОБСЕ. Есть такие же проблемы в ООН. И на самом деле, что делают на фоне гри по правилам украинской дипломатии и гри не по правилам украинской дипломатии, так званой дипломатии чорной криз, с которой мы не можем конкурировать. Вы должны понимать, что то, что имеет в ресурсе украинская дипломатия, а например, украинские политики, и то, что имеют в ресурсе россияни, они просто неимоверные кошти, усилля, в том числе шантаж, и много других вещей для того, чтобы поддерживать свою позицию этих международных организаций. То есть, значит, нужно изобретать другой. Ничего страшного, есть примеры спорта. В футболе часто бывает, когда клуб, который стоит в 100 раз больше, проигрывает другому команду. Я скажу про то, что мы должны быть реалистами. Бюджет Russia Today составляет 500 миллионов евро. Это сравнимо с военным бюджетом Украины. Только одного телеканала России. Чтобы вы правильно понимали, с какой пропагандой нам приходится работать. А для чего, на что влияет эта пропаганда? Дальше политики в европейских странах измеряет мнение своих граждан и пытается дальше подыгрывать под мнение граждан. Потому что получить власть. И на это рассчитывается. Более того, во многих странах говорят, извините, мы не можем, мы свободная страна, мы не можем закрыть рот кому-то, если вам не нравится их мнение. Поэтому Russia Today может выступать, мы им даем возможность. И так дальше, и так дальше. И тут, конечно, не просто противостоять, но мы обязаны противостоять. Мы не вспоминаем сегодня имена всех 40 политзаключенных, но тем не менее, некоторых. Также есть свежий факт о том, что заключенные в России украинцы Николай Карпюк и Станислав Клих подписали документы для подачи иска в Европейский суд по правам человека. Об этом вчера в комментарии агентства «Интерфакс Украина» заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Сьогодні, 16 листопада, консульские посадовые особи нашего консульства в Ростове-на-Дону встретились с украинскими политическими вязнями Миколой Карпюком и Станиславом Клихом, которые проживают у СИЗО города Грозной Чеченской республики. В ходе встречи Карпюк и Клих подписали необходимые документы, которые передадут для подготовки позову в Европейский суд с правами человека. Максим, от вас сегодня прозвучала фраза «Рано или поздно, когда-то». Вот адвокат украинцев Илья Новиков заявил сегодня, что иск ЕСПЧ это повод зафиксировать свою позицию и рассмотрение дела будет продолжаться год или два. У Карпюка и Клиха, Мария, вы отслеживаете судьбу парит заключенных. У них есть шанс выиграть в Европейском суде по правам человека? Йих шанс выиграть в ЕСПЛ абсолютный. Абсолютный. Потому что эта справа не тримается ни на чему. Вона просто рассыплется в Евросуде. И про это говорят адвокаты. Но я хочу обратить внимание на то, что мы говорили выше, про ответственность Украины. Суть в том, что Станислав Клих, Россия очень хорошо жонглюет всеми историями с психиатрией. То есть, она запарает людей в психушке здоровых, а людей, которые, возможно, потребуют помощи, она этого не узнает. И как раз Станислав Клих это тот случай случай. И так и не была призначена независимая психиатричная экспертиза, хотя с соответствующими западами, колопотами, мы обратились и в том числе международные представители международных структур организации до России. И, власне, для нас сейчас головное побоевание, страх поляга в том, что Станислава Клиха будут этаповать. Куда его будут этаповать, мы, конечно, мы не знаем, но это происходит ближайшим временем, потому что апелляция была уже взглянута. И что с ним станется на этапе, абсолютно непрогнозовано. Потому что у человека действительно сложная ситуация с психикой, что самим мы не знаем, потому что экспертиза адекватно не была проведена. Я думаю, что это сейчас главный риск в этой ситуации. Ну, и, на самом деле, Микола Карплюк также не в лучшем психологическом состоянии перебывает. Нам с ним вдаётся листоваться через адвоката. И, ну, ситуация не очень добра. вот сама с цими двума нашими язнями. Уходим снова на рекламу. Это буквально...